На 777 приходим всему. В частности, прозвучали осуждения относительно смертей гражданского населения в секторе газа и определенные опасения относительно уровня гнева арабского мира в адрес США. Итак, после многих дебатов Израиль наконец-то согласился на ежедневные тактические локальные паузы в своем наступлении против Хамас, чтобы разрешить распределение гуманитарной помощи и эвакуацию гражданских лиц по мере того, как войска Цахал продвигаются в центр города Газа. За эти четыре часа в район должны успеть завести гуманитарную помощь. А также в эти четыре часа гражданское население сможет покинуть этот район боевых действий. Израиль также согласился продолжать обеспечивать безопасность, по крайней мере, на одной из двух главных автомагистралей, которые проходят с севера на юг, тоже в течение нескольких часов. То есть, как вы знаете, сейчас Цахал, ну по сути, разрезал напополам сектор Газа и контролирует вот несколько этих трасс автомагистралей с севера на юг. И вот он говорит, будем обеспечивать такие зеленые коридоры для эвакуации. Ну и тут приведут цитату Нетаньяху по этому поводу. Боевые действия против террористов Хамаса продолжаются, но в определенных местах в течение определенного периода, в течение нескольких часов это будет останавливаться. Мы хотим содействовать безопасному перемещению гражданских лиц из зоны боевых действий, и мы делаем это. Израиль не согласится на более долгосрочное прекращение огня, пока заложники не будут освобождены. На самом деле, сейчас по сети уже распространяются видео, где на самом деле сотни и сотни палестинцев пешком идут рядышком с израильскими военными машинами, рядышком с израильскими солдатами в направлении юга сектора Газа, где Цахал не ведет боевых действий. То есть Цахал идет, грубо говоря, на север, и вдоль них гражданское население все-таки перемещается на юг. То есть сказать о том, что эвакуация была остановлена, это было бы вообще большой неправдой. А впрочем, по оценкам экспертов, около 250 тысяч мирных жителей все еще остаются на севере Газа, где вот израильские войска как раз-таки квартал за кварталом продвигаются в уличных боях против боевиков Хамас, используя авиаудары для того, чтобы выгнать их из подземных тоннелей. Ну и как пишет сегодня Вашингтон-Пост, окончательная договоренность о гуманитарных паузах в боевых действиях была согласована именно во время встречи директора ЦРУ Уильяма Бернса с руководителем МОСАДА Дэвидом Борнея и высокопоставленными чиновниками правительства Катара, которые выступают таким посредником в непрямых переговорах США и Израиля с Хамас относительно освобождения заложников. Ну и на самом деле четырехчасовые паузы в боях со стороны ЦАХАЛ – это скорее компромисс, потому что Байден накануне оговорился, что он обсуждал с Нетаньяху возможность трехдневной паузы, чтобы способствовать освобождению заложников, которых удерживает Хамас. Сами боевики ранее просили пятидневную паузу для освобождения только гражданских заложников. Но эта договоренность так и не стала реальностью, потому что Израиль заявил, что он не будет прекращать огонь до момента освобождения всех заложников. То есть прямо во время боевых действий, если Хамас освободит всех заложников, тогда Израиль готов остановить огонь. До того момента нет. Ну и в настоящее время на самом деле ощущается определенное давление на Израиль со стороны США. Потому что вот находясь в Индии, госсекретарь США Антони Блинкин заявил, что видит позитив в решении Израиля объявить гуманитарные паузы, но дальше вдруг добавил, что на самом деле уже слишком много погибших гражданских в секторе газа, а потому можно сделать еще больше, чем просто паузы по четыре часа. Вместе с тем Блинкин говорит, что никоим образом не осуждает методы Израиля и уверяет, что терроризм в секторе газа нужно уничтожить. Но также Блинкин заявил, что ни в коем случае нельзя допустить принудительного выселения палестинцев из сектора газа под предлогом уничтожения Хамаса. Ну и дальше Блинкин озвучивает видение, то, которое якобы уже обсуждено и договорено с Израилем, относительно того, как пройдет эта операция и чем это все закончится, и что будет после в секторе газа. Цитата. Слишком много палестинцев было убито. Слишком много пострадали за последние недели. Мы хотим сделать все возможное, чтобы предотвратить причинение им вреда и увеличить помощь, которую они получают. В этих целях мы будем продолжать обсуждать с Израилем конкретные шаги, которые необходимо предпринять для достижения этих целей. Условия относительно долговечного и устойчивого мира в Газе просты. Никакого принудительного перемещения палестинцев из газы, не использовать газу в качестве платформы для совершения террористических и других нападений на Израиль, никакого уменьшения территории газы и обязательств по управлению палестинскими землями для газы и западного берега являются единственным способом. Эти и некоторые другие идеи, которые мы выдвинули и которые разделяют другие, я думаю, могут стать основой для того, что нам нужно сделать. Вместе с тем, в эту среду представитель израильского правительства отрицал вообще отсутствие каких-либо проблем по поводу нехватки еды в Газе. В отличие от того, что в своих отчетах пишет Организация Объединенных Наций. Кстати, в том числе и США тоже намекают, что там очень большие проблемы с гуманитарной помощью. И вот в правительстве Израиля намекают, что, мол, партнеры слишком драматизируют ситуацию. Впрочем, как пишет Washington Post со ссылкой на американского чиновника, США все-таки давят на Израиль, чтобы тот рядом с военной операцией против Хамас занимался еще и гуманитарными вопросами палестинцев. «Рычаг влияния США заключается в том, что Израиль понимает на самом высоком уровне, что даже при сильной поддержке, которую Соединенные Штаты оказывают, чтобы положить конец угрозе Хамас, и несмотря на полное право Израиля это сделать, вы не можете сделать это только кинетическим способом». Ну, то есть ударами. «Должен быть сильный компонент гуманитарной помощи, который, очевидно, влияет на очень сложную ситуацию в Газе». Ну и такие призывы со стороны США к Израилю, они крайне оправданы. Потому что, как сообщает сегодня CNN, администрация Байдена получила резкие предупреждения от американских дипломатов в арабском мире о том, что ее поддержка Израиля критически влияет на арабское отношение к США. Значит, в телеграммах от дипломатов, которые находятся в этом регионе, якобы подчеркивается глубокая беспокойность по поводу растущего гнева против Соединенных Штатов, который вспыхнул вскоре после того, как Израиль начал свою операцию против Хамас. Теперь на Ближнем Востоке активно распространяются тезисы о том, что именно США стоят за якобы преступлениями Израиля. Более того, даже те страны, которые имеют связи с США, уже, знаете, так распространяют тезисы о том, что именно Джо Байден вообще виноват в разжигании этой войны. Кроме того, атаки иранских прокси-сил в регионе на военные базы США в последние дни тоже участились. И вот дальше я вам приведу цитату CNN, как они описывают ситуацию вообще с враждебностью арабского мира против США на фоне операции Цахал в секторе Газа. Цитата. «Надежная поддержка США действий Израиля рассматривается как предупреждение, как предупреждает телеграмма, как материальная и моральная ответственность за то, что они считают возможными военными преступлениями». Ну, то есть США несут эту ответственность. Телеграмма, полученная CNN от американского посольства в Каире, передала в Вашингтон, как часть ежедневного отчета для СМИ, комментарий в государственной египетской газете о том, что «жестокость и пренебрежение президента Байдена к палестинцам превысило всех предыдущих президентов США». Ну и, как вы понимаете, введение этих гуманитарных пауз в секторе Газа должно несколько снизить градус напряжения в регионе. Тем не менее, вооруженные силы Израиля уже фактически разделили Газу надвое, и сейчас ее воздушные и наземные операции сосредоточены именно на севере сектора Газа. Министр обороны Израиля Йоав Голланд заявил, что войска Цахал находятся в сердце города Газа и полностью окружают городской центр на севере Анклава, нацеливаясь на инфраструктуру Хамас и командование там. С тех пор, как Цахал начал наземное наступление на Газу, почти вот две недели назад, ее войска продвигаются вперед по трем направлениям. От северо-западной границы Газы вдоль побережья Средиземного моря, с северо-востока у Бейт-Хануна и с востока на запад вдоль юга Газы. В конце концов, город Газа и оказался в этом окружении. Но операции Цахал продолжаются и приведут стату Ява Голланта. Весь город Газа – это одна большая база террористов. Под землей у них есть километры тоннелей, соединяемых с больницами и школами. Мы продолжаем демонтировать эту возможность. Мы не хотим только нанести наказание или боль своему врагу. Мы хотим лишить его возможностей. И лучший способ лишить возможностей – это уничтожить их как организованную военную силу. В течение нескольких уже недель армия обороны Израиля заявляла, что целями является разветвленная сеть тоннелей Хамас по всей Газе. Но видео показывает, что даже постоянные удары именно по тоннелям не лишило Хамас способности совершать нападения. И здесь вот тоже интересный момент, потому что в сети появляются опять-таки видео, где четко видно, что в районах, подчеркиваю, лагерей для беженцев, Аль-Шати, Ататра и Бейт-Ханун, боевики устраивают нападение на войска Цахал из засады. А помните, буквально несколько дней назад, на Западе в том числе, многие кричали о том, что как же так, Цахал проводит военные операции в районах лагерей для беженцев. А вот поэтому и проводит, потому что именно там хамасовцы и нападали из засад. Но, что еще нужно добавить, как говорят сейчас эксперты, в принципе, уничтожение туннелей Хамас станет серьезной проблемой для войск Цахала. Считается, что вот эта сеть туннелей дает боевикам возможность передвигаться по всему городу Газа, перемещать там боеприпасы и так далее незаметно. То есть фактически это сотни километров туннелей, оснащенных электричеством, освещением и всем-всем-всем для того, чтобы не выходить из них неделями. Эксперты предполагают, что сложность системы туннелей и трудности использования таких технологий, как GPS, внутри этих туннелей, как раз и дают бойцам Хамас значительное стратегическое превосходство над силами Цахал в городе. Но это еще не все, скажем так, коварные уловки Хамас. В частности, хамасовцы используют мины, ловушки, снайперов, противотанковые ракеты и так далее, и так далее. То есть все, что они заготовили до наземной операции Цахал. Кроме того, сейчас вот эксперты обращают внимание на то, что после воздушных ударов Цахала по городу Газа эти вот обрушившиеся здания могут как раз-таки послужить для боевиков теми самыми укрытиями, чтобы из них из засады нападать. И по сути это будет сложно одновременно уничтожать тоннели и искать среди руин этих домов вот те самые засады. И, как говорят эксперты, на все это уйдут месяцы и месяцы. Впрочем, как ни крути, но не похоже, чтобы Цахал был готов отступать. Но чем дальше, чем дольше идет эта война, тем больше ее критиков находится. Ну и закончу вот здесь такой цитатой главного представителя ООН по правам человека Фолькера-Тюрка, который на этой неделе в равной степени обвинил Хамас и Израиль в совершении военных преступлений. Значит, по его словам, цитата, «Хамас и Израиль в равной степени устраивают коллективное наказание палестинских мирных жителей». Вот это что нужно знать о позиции ООН относительно этой войны. Вот они уже говорят, мол, ну и Цахал, и Хамас, они вот в равной степени виноваты в, значит, жертвах среди мирного населения, вообще в страданиях палестинского народа. Но здесь поставлю многоточие, и мы к этой теме с вами еще вернемся. Здесь выводы сделайте для себя сами. Сейчас же я вас попрошу присоединиться к нашему сбору для 24-й бригады наших защитников, в частности, собираем им сейчас на необходимый пикап, на внедорожник, поэтому по QR-коду на экране либо по ссылке в описании к этому видео обязательно переходите на сайт фонда 24 и присоединяйтесь к нашему сбору для наших военных. Кроме того, поставьте лайк этому выпуску, напишите в комментариях ваше мнение относительно той темы, которую мы обсудили, и подпишитесь на мой личный YouTube-канал, называется он Алексей Печий, ссылка в описании к этому видео. На этом все, спасибо всем, кто доедался, и традиционно закликаю, верьте в Украину, верьте в ЗСУ, помогайте один одному и нашим защитникам, и тогда мы точно победим. Слава Украине! Увидимся! Слава Украине!